Здравствуйте, дорогие художники, любители живописи! Сегодня я вам хочу рассказать впечатление сегодняшнего дня. У меня сегодня достаточно был интересный день и очень такие необычные события в этот день произошли. Ну, во-первых, с утра я решила сходить на йогу, в йога-клуб, которым я не была уже два года. Я сегодня очень рано проснулась, где-то в полпятого утра, помедитировала, как обычно. И в этот момент мне как раз во время медитации пришло, что надо сходить на йогу. И я посмотрела тут же на телефоне, в каких йога-клубах. У меня есть два йога-клуба, где преподают йогу моего направления. Это направление «Корректный подход к позвоночнику». И выяснилось, что в центр можно сегодня попасть на йогу с инструктором, которым я знакома достаточно давно уже. И я решила съездить на йогу. А еще у меня была сегодня запланирована встреча с покупателем. И это немножко необычно тем, что это был покупатель из Воронежа. Из Воронежа у меня достаточно немного покупателей. Приходят они в основном не с ярмарки мастеров, а с моего сайта natashiriaeva.com. И у нас с ним была предварительная договоренность, что мы созвонимся в среду, то есть вчера. Но вот как-то мы не созвонились. Но интересно было, что этот человек, когда он связался со мной, он предложил пригласить нас с Русланом к себе в гости. Он пришел с сайта, я так понимаю, он изучил там наш сайт и куда-то еще сходил. То есть я поняла, что он достаточно осведомлен о том, как мы живем. Он спросил вообще, в Воронеже вы сейчас? Вы много путешествуете? Может быть, вы не в Воронеже? Вот. Это был интересный момент. И после йоги я с ним созвонилась. И оказалось, что он дома. И жена его дома. И мы к ним заехали. Как раз это было недалеко от йога-клуба. Вот. Было удивительно то, что у нас сложилось достаточно интересное общение. И мы пробыли в гостях два с половиной часа. До этого у меня еще таких покупателей не было, с которыми бы я зависала в разговорах так надолго. И так оказалось много общих тем, что, в принципе, мы даже долго с Русланом очень не уходили. Мы еще на пороге там продолжали разговаривать. Вот. При том, что люди достаточно в возрасте уже. То есть они старше нас с Русланом. Ну, я не знаю, возраст старше 50 лет. Наверное, ближе к 60. Но совершенно-таки разносторонние, очень интересные люди, интеллигентные и довольно обеспеченные. Вообще, достаточно приятно встречать в людях в возрасте вот такие сочетания. Такое сочетание, когда люди и как в материальном плане, их жизнь как бы сложилась благополучно. Да, они какой-то бизнес имеют, достаточно хороший доход имеют. У них красивая квартира. Интересно то, что у них первый этаж. И как-то оформлено, что они присоединили, можно сказать, к своей собственности кусочек земли перед дома. Может быть, он не входит в их собственность. Но они ее огородили и сделали там типа такого сада. То есть все увито виноградом. Ландшафтный дизайн сделан. Но и выход прямо из квартиры сделан в этот полисадник. И такие прямо остекления до пола. То есть вот такое ощущение, что находится просто в загородном доме, и они в центре города Миллионного. И все это вообще в пятиэтажной хрущевке обычной. Старый дом пятиэтажный с невысокими потолками. Вот это, ну, перепланировка там, конечно, сделана. То есть кухня-гостиная такая огромная. Вот, то есть, ну, приятный очень интерьер. Вот, очень похожий на загородный дом. Интересно, что человек этот вышел на мой... То есть не просто нашел меня через мой сайт, а все было еще более сложно. У него у самого есть сайт в интернете по ландшафтному дизайну. И, то есть, как они с женой увлекаются этим. И вот он решил завести такой сайт. И он попал на мой сайт по ландшафтному дизайну, который я когда-то вела. Сейчас Руслан продолжает его вести. И оттуда перешел уже какими-то там путями на мой сад natashiriava.com. Он сказал, что он увидел ссылку, что там об авторе, что я еще пишу картину, вы можете посмотреть мои картины. Он говорит, что он скептически к этому отнесся. Он решил, что, ну, просто как бы человек там самоучек, как что-то там рисует. Вот, но когда он перешел, ему настолько понравилось, что в итоге так сложилось, что им родственница решила подарить деньги к какому-то там событию. И спросила, что мне купить на эти деньги. И они сказали, ну, давай картину. И вот вспомнили про мой сайт и решили выбрать картину. То есть они покупали картину как бы с женой, а не с женой к себе в подарок. У них дни рождения близко. Вот. И это так, ну, как-то все необычно сложилось. В итоге разговор, о чем у нас обычно, ну, с Русланом как-то две темы, да, очень интересующие, это вот, на чем мы в основном с людьми контактируем, это, ну, как бы творческие моменты, да, все, что связано с творчеством, там, живописью и путешествия. Вот. А этот человек еще и с сайтом, то есть и путешествиями они интересуются с женой. У них очень много за плечами там проезжено километров и по Америке на автомобиле, и в других странах. И мужчина этот очень такой спортивный, он кайтингом занимается, то есть вот плавает на доске с парусом, ветер ловит. Вот. То есть вообще очень интересно. И еще при этом еще и сайт, он заинтересовался сайтами и достаточно как бы компетентно об этом разговаривал. Очень Руслан заинтересовался тем, что у Руслана большой опыт. И, в общем-то, мы разговаривали, разговаривали, разговаривали. У них еще дома картины. Есть не очень много, но тоже интересные. И вот мне показывали картины, рассказывали их историю. Оказывается, что через интернет вот этот человек, Игорь его зовут, он нашел художника в Задонске, который ему понравился, и он поехал в Задонск. Это где-то 130 километров от Воронежа, к нему в мастерскую, там пообщался и приобрел две картины у него. Вот. И также, ну, по этой же причине, в принципе, и я как художник, и как личность здесь тоже заинтересовала. Они решили нас в гости, поэтому пригласить. В общем, так удивительно вообще, потому что с Русланом у нас здесь, в Воронеже, новых каких-то контактов вот такого плана, в принципе, в последние годы уже не заводится. То есть мы в основном общаемся здесь с теми, с кем я дружу уже много лет, и вот как-то вот эти отношения у нас поддерживаются, и все. Ну, потому что, в принципе, ну, мы тут какой-то не ведем там общественную жизнь практически. То есть если мы как-то развлекаемся только вдвоем, в основном там на даче даже живем, можно сказать, в теплое время года. Вот. А все, какое-то общение, какие-то контакты, информация вот такая у нас, либо из интернета, либо из каких-то встреч и знакомств за границей. Вот. И поэтому это было, конечно, такое приятное удивление. Особенно, наверное, самое приятное было, что люди это были не просто молодежь, да, потому что, в принципе, молодежь, она вообще всем интересуется, да, но потом как-то с возрастом этот интерес начинает угасать, как-то начинает затягивать материальные какие-то заботы, и человек уже к определенному возрасту становится, ну, практически нечувствительным к новому, да. Ну, он может интересоваться, но все равно как-то вот, я не знаю, у меня с людьми, с новыми знакомыми, старше себя, в принципе, ну, практически не складывается общение вот в реале. Потому что в интернете людей, конечно, есть разные, как бы, феноменальные, даже я бы сказала, какие-то личности, вот. Но в реале, наверное, просто общение не так много нового у меня. То есть в интернете это как бы другое дело. Ну, и вообще, в принципе, я, скажем так, вот о менталитете воронежцев могу судить. Я все-таки в этом городе прожила с детства, с одного года, то есть родилась я не в Воронеже, но потом я жила все время здесь. И мне кажется, своеобразный у нас менталитет. Вот, не сказать, что очень как бы люди тянутся к культуре, к искусству, вот. Но есть какой-то, да, определенный срез там интеллигенции, вот. Но даже на, даже в этом, в этой прослойке, скажем так, все равно какое-то вот это вот воронежское, что-то такое воронежское, неуловимое, оно присутствует. И вот этот момент, он, я его просто очень чувствую. Я в других городах с людьми общаюсь, я прям чувствую, что этого в них нет. Я не знаю, как это назвать, ощущение, но оно мне не нравится. Может быть, потому что я в этом выросла, и, ну, даже не могу найти этому характеристику. Вот, а тут как-то вот такой неожиданный, неприятный момент. И вот такое общение, оно, конечно, всегда очень вдохновляет. То есть после общения такого едешь домой и чувствуешь, что ты прям хочешь как-то и то, и то, и то, и то. Много чего еще в жизни освоить, узнать, познать, пережить. Вот, но этот мой день сегодняшний даже не ограничился. И вот этой встречи, то есть я очень здорово сходила на йогу, я там очень подзарядилась. Это было прям приятное такое воспоминание, потому что когда-то я ходила туда достаточно часто. Потом мы заехали в офис МАК и приобрели еще холсты. Вот, и хочу рассказать немного по холстам, потому что очень по приятной цене я их приобрела. И, так сказать, немножко похвалиться вам, как людям, которым эта тема тоже близка. Вот, ну, во-первых, очень приятный момент, то, что была акция скидочная в офис МАК и я купила себе 5 холстов, 40 на 50, холст на картоне по цене, трам-пам-пам. Вы не угадаете, сколько? Всего лишь 999 рублей один холст. То есть я, конечно, от жадности там стала хватать, хватать, хватать. Ну, как-то Труслан меня на пяти штуках остановил, сказал, хватит, пока не жадничай. Вот, помимо этого я купила себе вот такой вот набор холстов. Это лен, что это, что приятно, потому что такие наборы в офис МАК часто бывают из достаточно тонкого холста. Вот, а это плотный холст, это лен, стопроцентный. И набор из четырех холстов обошелся мне, по-моему, 680 рублей. Тут какие холсты? 50 на 60, 40 на 50, 30 на 40 и 25 на 35. Вот, ну, кроме самого маленького, остальные размеры ходовые, но даже самые маленькие я такой же навод когда-то покупала по весне. И у меня, в принципе, была картина написана на маленьком, и она тоже продалась. Так что, в принципе, если даже самую маленькую работу я продам рублей за 700, у меня окупится, в принципе, уже весь этот набор. И я решила, что это очень выгодно. Там был еще подобный набор, такого же размера, вообще за 430 рублей, но там был очень тонкий холст. То есть, такой прям вот, знаете, белый с двух сторон, такое вот, какое-то ощущение, как бумажка. На таких холстах я тоже иногда пишу, но стараюсь, как бы, вот, ну, в таких, знаете, крайних совсем случаях, вот, ну, связные, в принципе, стараюсь не покупать вот такие холсты. Вот, и еще я купила себе холст Ален 60 на 80, вот, с перемычкой, подрамник довольно плотный. На таком я рисовала уже заказы. Есть у меня одна покупательница, которая хотела заказать мне заказ, ну, мы с ней немного решили его отложить, но вот сейчас я решила, что, может быть, я возьмусь за него. Но у меня даже больше идея пришла такая, что не браться за эту картину в форме заказа, а написать ее просто, потому что, ну, достаточно там востребованная тема. У меня по этой картине уже было несколько заказов за последние годы, вот, и потом я ей уже как готовую работу это предложить, потому что вот это ощущение, если я сейчас начну с ней списываться, она там начнет искать как-то там хотя бы аванс, переводить, я буду ждать. А тут у меня просто пришло сегодня утром, вот, опять же, в этой медитации пришло ощущение, что надо взять и просто написать эту картину, и все, и потом ей сообщить уже как готовой работе. Даже если она ее не захочет брать, то, в принципе, я уверена, что эта картина продастся, потому что, в принципе, ну, на нее, как бы, у меня есть спрос, скажем так, на эту картину. Вот, и купила я этот вот холст за, по-моему, рублей за 700, ну, как-то, знаете, я бы сейчас точно уже не скажу, ну, по-моему, рублей за 700 я его купила, или достаточно тоже недорого за холст размером 60 на 80, вот для сравнения могу сказать, а, еще, вы знаете, вот на эту всю цену еще 5% скидки можно сделать, потому что у меня есть карта скидок из офис мага, в общем, выгодно очень. Для сравнения, в Леонардо один холст размером 40 на 50 стоит рублей 650-700, я не знаю, там, вот, Ален, ну, Тайна Ледом, как раз рублей 700 стоит 40 на 50, а тут я 60 на 80 купила. Да, эти подрамники, они легче на ощупь, потому что они делаются из какого-то дерева достаточно легкого, но, вот, например, все равно я большие писала, вот, ну, а тем более подрамник, я считаю, не самое важное в картине, самое важное все-таки холст, потому что подрамник, в принципе, можно всегда холст взять и перетянуть на другой подрамник, но вот если холст сам по себе тонкий, то это уже, конечно, беда, это не самый лучший вариант, поэтому еще хочу сказать вам, если у вас в городе есть офис мага, обратите внимание, там продается в рулонах очень выгодно холст, три вида холста, где-то от двух с половиной до трех тысяч рулон, рулон огромный, 10 метров погонных в длину на полтора или два метра ширины, то есть я сразу сделала, смекнула, так поняла, что если взять вот так вот на подрамнике холст, да, потом я рисую картину, она сохнет, я ее снимаю и покупаю, допустим, рулон за два, да, за две с половиной тысячи, а там был, по-моему, лен и, и, это, то есть угрунтованный, холст уже грунтованный, лен и хлопок, и за две с половиной тысячи покупаю 10 погонных метров, то, в принципе, я могу просто вот как бы сушить, там картины скручивать, да, в рулон, хранить их в рулоне, а подрамник иметь при этом один, вот у меня, по-моему, будет пять картин, да, и один подрамник, у меня вот сейчас, например, далеко не стопроцентная продаваемость, то есть, в принципе, можно картину натягивать на подрамник непосредственно уже перед отправкой покупателю, то есть, допустим, иметь пять картин и под них один подрамник, когда одна из этих картин покупается, она натягивается на этот подрамник и отправляется, ну, там, если покупается следующее, то, значит, тогда подрамник надо будет купить отдельно, но смысл в том, что это хотя бы будет проще вот как бы хранение картин, потому что хранить картину на подрамниках, когда их очень много, это очень, ну, как бы у меня отдельная комната под эту отводится, вот, это все равно не очень удобно так что имейте ввиду вот офис маг не очень нравится по ценам вообще великолепный магазин и там и краски есть правда выбор красок небольшой сегодня еще купила себе лазурную гамма за 114 рублей всего тюбик вот это вот уже со скидкой с 5 процентной было причем имейте ввиду вот если даже нет карты скидок там гамма без скидки вот эта краска стоит 121 рубль написано что при покупке от двух штук уже стоит 114 она уже идет со скидкой 5 процентов то есть 114 рублей за тюбик краски это я считаю прекрасная вообще цена вот это очень помогает дешевить до наше производство искусства вот так что ребята вот такой вот такие вот такими вот новостями я рада была с вами сегодня поделиться желаю вам продаж желаю вам удешевление себестоимости ваших картин желаю вам вдохновение вот и вообще всего самого хорошего удачи чтобы удачка на вашей линии жизни вам все время встречалось видео таких вот разных приятных мелких визеев всего доброго пока